Ребята, всем привет! Вы на канале Мульчер Эксперт, с вами Антон Хатунцев. Сегодня мы сделаем такой кратенький обзор на мой новый экскаватор GCB205 гусеничный с новым оборудованием. Значит, это у нас грабли. Они играют функцию как корчеватель. Они могут выполнять функцию уборка территории. Они могут выполнять функцию погрузки бревен. Ну и просто складирование порубочных остатков в бурты. Помимо этих граблей, к концу недели мне должны привезти еще корчеватель в виде клюва, который, значит, может раскусывать своим когтем пни на мелкие части, измельчать и под менее мощный мульчер все это подготавливать для утилизации. Сейчас мы пообщаемся с Александром, с механиком, который руководил установкой этих граблей. Компания Таурус, Москва. И он расскажет нам, как вообще работает эта установка, как быстро ее можно переоборудовать в просто экскаватор. То есть, допустим, мы привозим на участок грабли, потом корчеватель с клювом и ковш объемом 1,02 куба. Как быстро можно будет это все поменять и пустить вход в работу. Сань, рассказывай, что вообще сделали здесь. Кстати, здесь еще стояла другая переходная плита. Мы так поняли, что это какой-то некий стен, куда можно приваривать каушины. Вот эти вот, так как ты купил вот эту вот уже готовую переходную плиту. Демонтировали уже существующую и повесили вот эту. Слушай, а с какими проблемами ты видосик скидывал, помнишь? Проблемы были по сварочным швам. Вот в этом вот месте. То есть, вот эти усилители касались рук этих экскаватора. Пришлось подрезать, да, немножко болгаркой. В принципе, больше трудностей не было никаких. Слушай, а ты мне еще, как это называется, штука переходная к векаблям? К векаблям. А как он вообще принцип здесь? Можешь рассказать, что будет? Принцип он у нас будет, ну вот, если посмотреть, да, вот, в профиле на эту переходную плиту, то есть он будет висеть также на экскаваторе, то есть на пальцах. То есть сейчас, получается, смотри, мы пальцы эти вытаскиваем и векабляем ставим сюда, да, наружку? Да, да, и у тебя уже будут в переходной плите пальцы, да, уже заготовленные. Получается, эту стрелу я опускаю вниз, да, и он просто защелкивается. Защелкивается и один винт притяжной, то есть механизм зажмет палец и все. Получается, на ковше у меня уже стоит такая хрень, потом на кочевателе, на клюве я поставлю отдельную плиту, да, да. И сюда ставлю фликапер. Сколько по времени примерно это занимает? Перецепиться? Перецепиться, да. Ну, с учетом того, что у тебя еще БРС, то есть мы сделали тебе быстросъем вот эти вот, то есть это вот от себя нажал, отсоединил рукава, и переброска, ну, не больше там 7-10 минут. 7-10 минут? Ну, да. Для этого нужно 2 человека или 1 оператор справится? 1 оператор. Один справится. Так, еще компания Лом Мади приезжала к нам, да? Да. Они, значит, сказали, что для того, чтобы с гарантией трактора не слетело, они должны сами поставить оборудование. А можешь показать, что они поставили? С оборудования поставили шаровый экран и один рукав РВД. Вот этот панель не будем скручивать, это же на болтах, все. А, это снимали, они снимали, да? Да, 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 да. Они установили, а если заглянуть отсюда, вот он кран, еще там красивая рукоянка, да, вот, и завязали с контуром насоса с помощью одного рукава, то есть, ну, врезались дополнительный контур. И получилось из одной гидролинии, получилось 2. Получается, они использовали гидролинию, которая у меня под отбойный молот шла, да? Да. Задействовали. То есть, мне в работе, чтобы из корчевателя сделать просто экскаватор, который будет землю вынимать, мне не нужно будет никакие краны переключать, ничего не делать. Нет, ничего не нужно. Просто отцепляю, да? Отцепляю ковш и дальше продолжаю работать. Чтобы, ну, для чего требуется вот это перекрытие крана? Да, если ты будешь какое-то другое оборудование вешать, где нужен один поток гидравлический, тот же гидромолот, он работает с одним потоком. Иди. То есть, ему слив не нужен. Все, только для этого. Покажешь сейчас, как работает эта установка? Ну, сейчас меня чуть научь, я попробую сам на ней поработать, покататься. Опа. Для начала активируем все гидравлические. Так, это у нас, что за рычаг? Это у нас для того, чтобы оператор не совершил каких-то действий, когда залазит. Типа ручник, да? Типа ручник, да, когда залазит в кабину. То есть, чтобы его, чтобы опустить, поднять, надо какую-то педаль нажимать, нет? А что нажимать надо? А, еще, вот, допустим, на аксалатра коматься просто есть один вот этот рычаг, то есть, ты его книзу опускаешь, и у тебя активируется гидравлика. Ага. А, на дочерибе еще сделана дополнительная кнопка, здесь вот справа моргает замок. А, замочек нарисован. Ее нажимаешь, и тогда у тебя после этого только активируется гидравлика. То есть, давай сейчас, последствия здесь, и сначала все. Ставим на замочек, да, обязательно? Нет, можно, кстати, не обязательно, но мы активировали, кстати, все у нас. Ручник вверх. Ручник вверху, выходим из кабины. Выходим из кабины, ничего не работает. Вернемся опять в кабину. Давай, сейчас я попробую. Ручник внизу, и все равно у нас получается, что ничего не работает. Нам надо дополнительную кнопку нажать. Ага. И тогда только после этого мы активируем гидравлику. Так, ну давай попробуем, подними-ка ее, как она работает. Замочек снизу. Обороты, добавляем обороты. Кстати, если вот эти вот краны закрыты там, то вот левый поток или правый поток, то работать не будет. По-моему, если не ошибаюсь, вот так открыть кверху. А с той стороны? Ну, и это тоже соответственно. Ага. Сейчас будем пробовать работать граблями. У нас, получается, были закрыты краны. Мы сейчас пробовали, они не работали. Сейчас краны открыли, проверим, будет работать. Стрелу наверх подними, попробуй. Слушай. Педалька вниз, это на открытие. Ага. Педалька вверх, это на закрытие. Педалька вверх, это на закрытие. Удобно очень даже. Даже там человек без опыта скажет, что классная штука. Допустим, откорчевались, да? Ага. Симитировали, откорчевали. Раз, нам надо что-то поджать. Зажали. Также пеньки в кучку подскладировать, веточки, поробочные остатки. Попробуй сам, можешь сесть. Давай. Саша показал, как надо. Сейчас попробую. Снимаю с ручника. Выключаю замочек моргающий. Джойстик на себя. Стрела поднимается вверх. Джойстик от себя. Стрела опускается вниз. Джойстик влево. Грабли под себя поджимаются. Джойстик вправо. Грабли раскрываются. Нажимаю, значит, педальку вниз. Вниз открываются грабли. Вверх закрываются. Ну что, как? Изумительно. Не нравится. А как на нем ездить? Вот у тебя ручьги, педали. Ну, и можешь также с помощью рук движение начать. Или ногами. Вот эти вот ручьги. Это вперед и назад? Да, только сейчас мы можем развернуто. То есть, если мы жмем вперед, он может поехать назад. Если мы нажмем назад, то он вперед поедет. Тихонько, да. Так, сейчас. Помогу. В общем. Продолжение следует... 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 лайки вниз репостим в соцсети обращаемся к нам за услугами корчевка мульчирование утилизация порубочных остатков до новых встреч